Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим и ответим на такой вопрос, который многие зрители задают. А можно ли подать иск к нескольким ответчикам и в одном судебном заседании решить вопрос в отношении нескольких ответчиков? Дорогие друзья, да, это возможно. Статья 40 Гражданско-процессуального кодекса это все предусматривает и это все возможно. Но здесь, конечно же, есть определенные свои особенности. И еще раз повторюсь, если вы хотите выиграть суд, если вы хотите, чтобы у вас, как говорится, без сучка, без задоринки прошло судебное заседание, я рекомендую всегда привлекать профессионалов. Вы можете ко мне обратиться для составления грамотного, объемного, хорошего искового заявления. И соответствующим образом здесь речь идет о том, что в некоторых моментах привлечение нескольких ответчиков не только целесообразно, но и оно является обязательным по закону. К примеру, в тех же жилищных правоотношениях, если речь идет о вселении в квартиру, или о том, чтобы встать на регистрационный учет, или о том, чтобы вселиться в квартиру, которая находится в долевой собственности. В таком случае у вас ответчиками будут выступать несколько лиц, которые являются со-собственниками, которые чинят препятствия и так далее. Или если, к примеру, нарушаются ваши права землепользования каким-то собственником или со-собственниками соседнего земельного участка. Или, к примеру, в некоторых правоотношениях, там где речь идет о защите здоровья. Или, к примеру, когда вы судитесь с какими-то государственными учреждениями, к примеру, с больницей, да, и здесь ответчиком будет выступать конкретное медицинское учреждение. И, соответствующим образом, в качестве со-ответчика будет выступать управление Министерства финансов, которое несет финансовую ответственность. И, соответствующим образом, областное управление или министерство, или городское, городской департамент здравоохранения, как общее, то есть подразделение Минздрава. Или, к примеру, у нас то же самое может касаться, если вы судитесь с какими-то административными требованиями в административном производстве, когда, к примеру, вы судитесь с каким-то учреждением исполнения наказания в качестве со-ответчика, привлекаете определенное управление в СИН. Или, к примеру, если вы в сфере ЖКХ судитесь, да, у вас конкретная управляющая компания, и может выступать в качестве со-ответчика определенный департамент. То есть, здесь масса таких моментов, где допускается, соответствующим образом, несколько ответчиков. При этом, в соответствии с законом, каждый из ответчиков несет самостоятельно свои права и обязанности, как ответчика, перед стороной истца. При этом, в предыдущих роликах я рассказывал о том, а может быть, несколько истцов по делу. Несколько истцов по делу это тоже допускается. И, конечно же, у нас может сложиться такая ситуация, когда в одном деле и несколько истцов, и несколько ответчиков. Такое тоже допускается. Но каждый из ответчиков несет свои права, обязанности самостоятельно. Он может доказывать свою непричастность к тем или иным деяниям, отсутствие вины, отсутствие оснований для того, чтобы нести гражданско-правовую ответственность. Либо, наоборот, может соглашаться с исковыми требованиями и так далее. То есть, здесь стороны, они не связаны позицией друг друга, но, тем не менее, они как бы крепят друг друга. Потому что по отношению друг к другу они являются соответчиками. У них так называемое процессуальное соучастие. И, исходя из этого, необходимо давать и оценку их пояснений как стороны по делу, тому, как они несут свои процессуальные права, осуществляют свои процессуальные обязанности и так далее. Это тоже важно. Как гласит статья 40 Гражданского процессуального кодекса, суд в определенных случаях, там, где это является обязательным, по собственной инициативе может привлечь соответчика. И в случае невозможности рассмотрения дела без участия соответчика или соответчиков в связи с характером спорного правоотношения, суд привлекает их к участию, еще раз повторюсь, по собственной инициативе, не спрашивая мнения об этом истца и так далее. И вот уже после привлечения соответчика или соответчиков подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала. При этом, дорогие друзья, не следует забывать, что есть такой маленький нюанс, что в принципе можно, конечно же, не просто привлечь соответчиков, но у нас предусмотрен и такой институт, такой порядок, как замена ответчика в суде. Замена ответчика в суде осуществляется в том случае, если истец предъявил требования к ненадлежащему ответчику и суд, установив это в судебном заседании, согласие истца может или по инициативе истца заменить ответчика. При этом замена истца у нас в законе не предусмотрена, это тоже важный нюанс. И здесь, дорогие друзья, если отсутствует согласие истца на то, чтобы ответчика заменили, соответствующим образом суд рассматривает дело по отношению к заявленному истцу. Это тоже важные нюансы. Поэтому, дорогие друзья, если у вас возникла необходимость подготовки искового заявления там, где есть несколько истцов, несколько ответчиков, здесь есть своя специфика, обращайтесь, я вам помогу на достаточно хороших условиях составить такие исковые заявления. Удачи вам в ваших делах, пишите, задавайте вопросы, это, как говорится, пища для канала. Счастливо!